всем добрый день сегодня у нас открывается рубрика разминка для ума хотя данная рубрика уже существовала на моем канале где представлены различные расчеты систем теплогооснабжения и вентиляции на этот раз мы запроектируем систему однотрубную с нижней разводкой и посмотрим как это все будет выглядеть непосредственно в программном обеспечении которое мы постоянно используем а более конкретно danfoss со 3.8 как производится расчет а в частности как отрисовывается данная схема непосредственно в этом программном обеспечении какое оборудование нужно поставить чтобы у вас система работала адекватно причем будет выполнено два расчета первый расчет это с автоматическими устройствами для поддержания комфортной температуры непосредственно в помещении и второй расчет с ручными балансировочными вентилями куда необходимо установить сколько их нужно установить это же посмотрим что из себя представляет расчет так здесь представлена система с нижней разводкой разводка будет магистрали непосредственно по полу первого этажа с изоляцией трубопроводов хотя нет необходимости ввиду того что здесь помещение теплое имеется ввиду что температура воздуха от 21 градуса и выше ну и либо ниже в зависимости того кто вас за помещение по требованиям госта так двухэтажная с разносторонним присоединением отопительных приборов так называемый п-образный стояк ввиду того что в однотрубных системах все таки вертикальные системы рекомендуют проектировать начиная с трех этажей и выше но ввиду того что это учебный пример поэтому качестве учебного примера воспользуемся данной планировкой которой мы пользовались непосредственно уже нескольких расчетов давайте переходить программное обеспечение и там еще несколько слов для того чтобы работать программой вам понадобятся рекомендации именно пособия фирмы danfoss как проектируется системы отопления жилых и общественных зданий здесь не только касается многоэтажных зданий и также касается индивидуальных строений поэтому заходим на сайт danfoss всегда берем актуальную версию данного пособия и на основании этого пособия в дальнейшем смотрим рекомендации и проектируем соответствующие системы отопления расстановкой их оборудования для того чтобы в последующем не было проблем с гарантийным обслуживанием данного типа оборудования если вы поставите не в соответствии с рекомендациями то в дальнейшем у вас будут проблемы по гарантийному обслуживанию если таковой существует на время приобретения данного оборудования здесь у нас представлен стандартное окно danfoss 3.8 в котором нам уже известны все типа иконок которые присутствуют непосредственно сейчас перед глазами что из себя представляют открытые окошки что в них рассматривается делается и тому подобное те кто пришел на канал первый раз рекомендую ознакомиться с предыдущими расчетами данной программе которые широко представлены на моем канале в виде двух плейлистов это компьютерные технологии в системах тгв и отопление там более подробно на первоначальном уровне рассмотрены все эти иконки и программное меню каким пользоваться в том числе и рассказано что здесь представляет себя три этих вот окошко но сейчас мы приступим непосредственно к отрисовки той схемы о которой говорили выше будем рассчитывать однотрубную вертикальную с нижней разводкой с разносторонним присоединением отопительных приборов и с тупиковым движением теплоносителя первое что мы должны будем делать это общие данные дальнейшем я сейчас замолкаю дальше я включу скорее всего ускоренную скорость принцип заполнения уже был ваша задача только найти посмотреть либо смотреть непосредственно отсюда что я делаю в этой программе какие наполняю закладки и какие важны данные начинаем отрисовку наша система отопления на основании того планчика который был показан ранее сейчас он представлен мы начинаем рисовать себе заготовку это крайнее левое помещение и ввиду того что мы посчитали уже мощность отопительных установок помещения в программе oventrop ozc 5.0 поэтому сразу же берем данные оттуда для данных помещений и в дальнейшем отрисовываем полностью систему как это все делается дальше смотрим на основании этого видео представлены моменты отрисовки данной системы в обязательном порядке при открытии у вас должен быть программе oventrop ozc 5.0 проведен расчет где должны появиться результаты расчета если вы не произвели расчет и нажали кнопочку калькулятора то файл переноса непосредственно данных программу danfossso 3.8 у вас не произойдет только после того как вы рассчитаете то есть уберете все ошибки программе oventrop ozc 5.0 у вас появится данная из этой программы ввиду того что нам не нужны чердак и подвал ввиду того что там разводка магистрали отсутствует поэтому мы их и удаляем отсюда если бы разводка например было в подвале либо чердаке тогда эти строки оставляем и отрисовываем дополнительно чердак и подвал в котором будет у вас разводка магистрали в зависимости от того какая система в данной системы нужен только подвал если вы в подвале размещаете система отопления чердак понадобится в том случае если у вас система с верхней разводкой у меня вся разводка по первому этажу поэтому я подвал чердак удаляю и Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok